Всем здорова! Собственно говоря, есть у меня задачка помыть некоторое количество гильз. Гильзы у меня здесь трехфирм. Гильзы у меня 5,56. Состояние в принципе посредственное. Мой я их обычно в два этапа. Первый этап это предварительная мойка. То есть для того, чтобы отмыть и вымыть всю грязь. Далее идет сушка. После этого идет декапсуляция, фулл сайз и дальше уже финальная мойка. Для мытья у меня есть ротационная мойка Frankfurt Arsenal с триквитровым бачком. В принципе можно использовать любые мойки. Вибро, ротационные, самодельные, покупные, разницы нет. Что мы делаем? У нас есть бачок. Ему налито некоторое количество холодной воды. Далее высыпаем сюда гильзы. Затем доливаем некоторое количество горячей воды. Берем немножечко лимонной кислоты. Чайная ложечка. Добавляем сюда. И несколько капель моющего для посуды. Для большей наглядности, как работает предварительная мойка, я еще кину вот такие вот гильзы. Они грязненькие, страшненькие, уже потемневшие от времени. Ну, заодно посмотрим, будут они чем-то отличаться от остальных или нет. Вода должна полностью покрывать гильзы. В эту моечку можно загрузить до 300 гильз 223 калибра. Но я загружаю обычно не больше 200. Чем меньше гильз, тем лучше они промываются. Включаем на полчасика и потом посмотрим результат. Ну вот полчаса и прошло. Если присмотреться, то видно, что вода мутная. Гильзы посветлели. Сейчас мы это все сольем и посмотрим, что у нас получилось. Грязную воду мы слили. Я прополоскал до тех пор, пока не перестала появляться пена при промывании. Сейчас я залил это все водичкой. Включаем еще моечку на 5-10 минут, чтобы они точно уже хорошо прополоскались. И потом я покажу результат. Посмотрим на результат. Небольшое количество лимонных в сочетании с теплой водой и с моющим для посуды шикарно поубирало весь налет. Конечно, гильзы внутри еще грязные. Это все уберется при втором этапе мойки. И на втором этапе мойки я уже буду использовать вот такие вот нержавеющие пины. Они толщиной где-то миллиметр и длиной чуть меньше 10 миллиметров. В этой баночке их почти 2 килограмма. Здесь ровно 4 фунта. И что я хотел показать. Вот мы берем две любые гильзы. И вот я нашел из тех гильз, которые я отдельно показывал, вот еще гильзы. Да, они немножечко темнее, но следует учесть, что это была предварительная мойка для того, чтобы гильзы не совали грязные в матрицу. После мойки с химией и пинами они будут одинаковые. И они не будут абсолютно ничем отличаться. Есть у меня вот такая вот гильзочка. Это 9-ти миллиметровый люгер. И вот я покажу, как химия изнутри может вымыть. Гильза не декапсулированная. Стенки блестят. И через запальные отверстия видно, что внутри капсуля вся грязь тоже вымыта.